МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры предоставил DimaTorzok Четыреклетняя оздоровительная кампания в Твери проходит в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Твери. Сейчас в загородных оздоровительных лагерях заканчивают ремонт корпусов и уже полностью проведена противоклещевая обработка территории. Ход этих работ проверил заместитель главы администрации города Алексей Борисов. До начала первой смены осталось около трех недель. Конкурсы на ремонт проведены. Корпуса в лагерях постепенно преображаются. Установлены пластиковые окна, новые двери, закуплена мебель, отремонтированы санузлы. К началу летнего сезона в лагерях появится новое оборудование в столовых и клубах. Лагерь «Романтик» со второй смены сможет принимать детей с ограниченными возможностями. В этом году мы продолжили реализацию программы «Тверь – город равных возможностей». И вот именно в этом лагере мы один корпус готовим для того, чтобы он смог принять детей с ограниченными возможностями. На сегодня отремонтирована кровля, выделены средства на ремонт туалетов, на приобретение мебели удобной. В этом году впервые принята городская программа по безопасности загородных лагерей. В числе ее мероприятий – ремонт и установка ограждений. Пожарно-техническому состоянию оздоровительных учреждений городские власти уделяют особое внимание. В лагерях установлены тревожные кнопки. По границам каждого проходит минерализованная полоса. Заправлены огнетушители, закуплены мотопомпы. Кроме этого, в этом году мы в программу включили еще и оплату ЧОПа. То есть наши лагеря будут охраняться от, соответственно, и безопасных наших детей. И тех, кто работает в лагере, а в лагерях работают в основном женщины, конечно же, она должна быть на высоком уровне. Я думаю, что в этом году нам удастся это сделать. На подготовку к летней оздоровительной кампании из городского бюджета выделено около 14 миллионов рублей. Кроме того, по словам Алексея Борисова, на развитие лагерей 12 миллионов заложено в бюджете региона. Средства пойдут на открытие спортивных и игровых площадок и закупку музыкального оборудования. Самая, конечно, большая гордость, о чем мечтали все наши дети нашего лагеря – это футбольное поле для мини-футбола, на котором можно будет еще играть в волейбол и баскетбол. Планируется, что нынешним летом в восьми муниципальных и четырех ведомственных лагерях, а также на даче отмеча, отдохнут около шести тысяч юных тверетян. Каждый лагерь традиционно будет работать четыре смены. По вопросам приобретения путевок родители могут обращаться в управление образования. Тем временем в городском саду появились три новых аттракциона, что не могло не обрадовать горожан. На данный момент медвежонок самолеты «Ралли» уже смонтированы и готовы к эксплуатации. В целях безопасности установлены временные ограждения, но скоро, по словам исполняющей обязанности директора горсада Анны Левковец, будет установлен специальный заборчик и аттракционы заработают в полную силу. В будущем мы планируем купить какую-нибудь большую красивую карусель, ориентировочно. Я думаю, что это будет свадебная карусель. Как будет выглядеть эта карусель, пока загадка, возможно, точно так же, как в американском Лас-Вегасе. Установлена она на крыше одного из отелей – этакий аналог советской еще ромашки. Вся прелесть аттракциона именно в том, что на крыше он и установлен. И не более. Впрочем, есть аттракционы и поинтереснее. Снято где-то в России. Чудная штука. Первое впечатление, как будто он сломался. А музыкальное сопровождение вообще выше всяких похвал. Вот уж действительно, после всего пережитого, снится будет точно не рок от космодрома. Впрочем, вернемся на Землю. Здесь тоже развлечений хватает. Без комментариев. И в продолжении разговора о здоровом образе жизни. Сегодня студенты-медики вместо привычных лекций и семинаров занимались спортом. На стадионе «Химик» они бегали, прыгали, учились танцевать брейк-данс и сальсу. Ну, в русском варианте. С 10 утра и до 2 дня медики пробовали свои силы на 9 физкультурно-тематических площадках. День здорового образа жизни медакадемия проводит уже давно. Иначе и быть не может. Для студентов 1-го и 2-го курса он стал доброй традицией. На каждой площадке у нас определенный вид спорта. Видите танцы, видите гимнастику, видите брейк-данс. Также различные мероприятия развлекательного характера. Футбол, баскетбол и так далее. Это все для пропаганды здорового образа жизни. Дверь «Универсал Банк». Устойчивое в динамичном. И еще о необычных развлечениях. Американцы вот придумали, что сегодня день, когда есть можно все, что не попадя. Кстати, значительная часть жителей штатов этот праздник критикует. Ну, американский флаг им в руки, как говорится. А вот Евгения Щетинина тему все-таки продолжит. Прощай диеты, хеллоу-хот-доги, чао-пиццы и пасты, гутен-так гамбургеры. Сегодня в Соединенных Штатах отмечается день, когда можно без зазрения совести слопать все, что душе угодно. Иначе этот праздник желудка называется «Ешьте, что хотите». Хотя в последнее время американцы начали активно бороться с проблемой государственного масштаба, ожирением. И подобные вольности не входят в их планы. Жители нашего города поделились своими предпочтениями и рассказали, от каких блюд они бы сейчас точно не смогли отказаться. Сегодня американцы отмечают национальный день, когда можно есть все, что захочется. А что бы вам сейчас хотелось съесть? Ну, не знаю, на самом деле. Наверное, я бы чего-нибудь, рыбу какую-нибудь бы сейчас съела. Шашлык, нет, нет, это караигненка на гриле. Просто мечтаю сейчас съесть, да. Фастфуды – это слабость многих из нас. Ну, конечно, не стоит злоупотреблять. А так можно было бы. Очень люблю копчености. Очень люблю торт, конфеты. Шоколадные, пирожные. Вот это вот все я себе отказываю. Белый хлеб. Вот сейчас с удовольствием. Вот это бы все я бы съела. Хорошего человека должно быть много. Такие мысли в борьбе с лишним весом до добра не доведут. Желающие похудеть к лету, помните, расслабившись на один день, не забудьте 12 мая опять закрыть рот на замок. Ну, а сегодня ешьте, что хотите. Американцы, вечно озабоченные подсчетом калорий, раз в году все-таки могут забыть про диеты. Как оказалось, российские мужчины не сильно ограничивают себя, если хотят вкусно и сытно покушать. А девушки, хоть и не часто, но позволяют себе маленькие слабости. И риски, кокорб, молоко. И венцы, и сосиски. И просто, и просто, и просто сосиски. Ну, просто, 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 просто сосиски. Я, к слову, тоже думал, что наш корреспондент Евгения Щетинина воздаст должное и чашечкой кофе. Однако ж нет. Ну, что ж, поставим ей это на вид. А я бы сейчас отведал простой лепешки, которые готовят только в Индии. Знатоки утверждают, что важен в приготовлении сам процесс. Необходимый вкус лепешка приобретает после двойного удара скалкой по столу. Далее следует еще один важный ингредиент. Полет лепешки до пекаря. Промахов за всю многолетнюю историю приготовления этого блюда до сих пор не было. Ну, а если серьезно, то с отечественным питанием нужно что-то делать. Наш корреспондент Елена Глушкова озаботилась тут продовольственной корзиной. И результаты ее исследования оказались несколько парадоксальными. Времена, когда килограмм гречки в среднем стоил 109 рублей, давно прошли. Однако до сих пор продовольственная корзина в Тверской области остается одной из самых весомых по цене. Уступая только Москве, Подмосковье и Смоленской области. Минимальная продуктовая корзина включает в себя 33 наименования продовольственных товаров. В стандартный набор входят хлеб, мясо, молоко, крупы, овощи, чай. На изыске в виде фруктов и сладостей деньги уже вряд ли останутся. Ежегодно все эти социально значимые продукты дорожают на несколько процентов, но только не в этом году. Вот эта группа продовольственных товаров, так называемый минимальный набор продовольственных товаров, по стоимости в апреле текущего года составил 2463 рубля. И вырос он по сравнению с декабрем прошлого года на 1,9%. Но вот этот вот рост, он в пределах общего уровня инфляции в нашем регионе, и даже чуть ниже по стоимости или по величине инфляции на группу продовольственных товаров. По сравнению с декабрем у нас цены на продовольственные товары выросли за 4 месяца на 2,1%. То как раз по минимальному набору товаров продовольственного назначения цены выросли на 1,9%. Стоимость продуктовой корзины складывается из многих показателей, основной из которых – уровень инфляции. Но вот парадокс. В этом году Тверской регион переживает скорее обратный процесс – дефляцию. По апрелю текущего года уровень инфляции в Тверской области составил 0,1% по сравнению с мартом текущего года. То есть уровень инфляции самый низкий за весь период этого года. Если в январе он был 0,4%, в январе 0,5%, в марте 0,6%, то сейчас 0,1%. Почему такой уровень сформировался именно в апреле месяце, можно объяснить следующим. Многие торговые сети, в том числе и крупные сети, и не очень крупные сети, и регионального уровня, и федеральные сети, они проводили достаточно большое количество акций по снижению цен на те или иные продовольственные товары. Получается, что цены чуть ли не падают, а вот покупательский спрос почему-то выше не становится. И даже гречка по 38 рублей вместо 109 не заставляет сметать эту крупу с магазинных полок. Народу меньше ходит. А потому что магазины сейчас переполнены, везде, всюду мясо. Но мы все-таки своих покупателей придерживаемся. У нас постоянные покупатели, которые нам доверяют, приходят и покупают наше мясо. А сейчас он что, кончился кризис? Нет, по-моему. Люди покупают консервы и ролл там. Нет, спрос упал. А цены? Но у нас вот цены мы держим минимальные. 25 лет я держу корову. Сейчас нерентабельно держать корову. И здесь еще нас угнетают. Творог натуральный продаю. С банки трехлитрового молока выходит полкило творога. Люди приводят из Белоруссии куда-то, 120 рублей продают. Это же не творог. И как я могу свой продукт продавать дешевле? Он нерентабельный стоит. И начинают одни только, одни нервы. Никакой справедливости нет. Статистика вещь неумолимая, но против фактов спорить сложно. Выше, ниже стали ценой? Выше, конечно, все говорят. Кстати, если разделить сумму, выделенную на минимальную продуктовую корзину, на 30 дней, то получится, что человеку ежедневно должно хватать на питание чуть больше 82 рублей. И теперь обещанная замечательная новость. Американские археологи в Гватемале нашли календарь индейцев майя, который отодвигает обещанный конец света минимум на 7 тысяч лет. Календарь был создан в IX веке, и в отличие от других подобных документов, не содержит намеков на конец света, который, как считаю, должен наступить 21 декабря 2012 года. Об этом пишет британская Daily Mail. Группа археологов под руководством Уильяма Сатурна из Бостонского университета с 2001 года проводила раскопки Шультуна, одного из крупнейших мертвых городов Майя, открытого около 100 лет назад. Ученые пришли к выводу, что, согласно расчетам, мир будет существовать еще как минимум 7 тысяч лет. Ранее ученые располагали рукописями мая, датировавшимися XIV-XV веками, в которых летоисчисление прерывалось после 21 декабря 2012 года. Ну вот и славно, прям гора с плеч. Кстати, в этот, без сомнений, знаковый для всего человечества день наш коллега-режиссер видеомонтажа Владислав Сбораченко и его избранница Надежда решили сообщить всему человечеству о том, что в России появилась еще одна семья. Коллега не знал, что съемочная группа окажется в зале бракосочетаний в самый ответственный момент. Влад был неотразим, Надя великолепна. А подарки, которые мы приготовили, умолчим, дабы сохранить интригу до конца. Ребята, принимайте наши поздравления, многие вам лето. Завтра мы снова в эфире. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном.